Итак, начинаю я работать, естественно, в программе Adobe InDesign. InDesign – это программа верстки, и она удобна тем, что мне, во-первых, удобно создавать и сами презентации, потому что она поддерживает многостраничность, медийность, у меня есть возможность создавать гиперссылки, кнопки и прочее. Вот, остальные элементы, которые я буду использовать в InDesign, возможно, мне придется подготавливать в программе Photoshop или программе Illustrator. Photoshop – это программа растровой обработки изображений, то есть я буду работать именно с картинками в этой программе, а в Illustrator создаются отдельные векторные элементы, которые, возможно, здесь мне покажутся для создания трудными, да, ну или просто, может быть, не совсем хорошо именно создавать здесь. И все-таки InDesign – это программа для того, чтобы собирать общий массив документов, да, различных документов. Вот, создаю я новый документ, и, естественно, мне нужно выбрать, какой формат документа у меня будет использоваться. Так как это презентация, то это, скорее всего, будет формат веб или digital publishing, как здесь называется, да. Вот, соответственно, я могу выбрать конкретно, под какое устройство я это буду делать. Я возьму по максимуму, пусть будет это, типа, iPad Retina с хорошим разрешением и прочее. Здесь мы должны понимать, что, как бы, хорошее разрешение – это неплохо, потому что, если что, я угробить-то всегда можно, да. Главное, чтобы оно было изначально хорошее. Итак, выбираем на iPad Retina, достаточно крупное разрешение экрана, вот, и больше мне, особенно, здесь ничего будет не нужно. Текст фреймовый я не буду делать. Количество страниц, опять же, будет определяться вашей тематикой, что вы собираетесь делать, как вы хотите раскрыть информацию, вот, или, может быть, все отработаете на одной странице. Вот, я тему решил посвятить геометрии, каким-то базовым понятием, я потом в конце покажу, конечно, что получилось. У меня есть уже подготовленный документ, но я покажу основные базовые принципы создания, да, как это делается и так далее. То есть, в первую очередь, я хочу это показать наиболее естественным, каким-то более удобным, чтобы, если, допустим, какие-то школьники смотрят, было все ясно, понятно, четко разложено под полочкой. То есть, это буквально стиль инфографики, достаточно цветастенький фигуры и какие-то основные базовые понятия, пояснения. То есть, я начинаю с создания каких-то элементов, я сначала должен разобраться, как мне будет интереснее представить информацию, и в данном случае я дал некие определения и так далее. Я создам какой-то фрейм, в данном случае это именно фрейм у меня здесь определяется у нас там. Пока наобум, как есть. Если что, потом выровнять этот фрейм можно. Задам ему пока базовый какой-то цвет, чтобы хоть чего-то было. О, красненький, замечательно. Потом, естественно, разукрасим, сделаем поточнее. Можно было, конечно, заранее расставить там направляющие, все такое, но это дело техники, поэтому я направляющие могу и сейчас достать и уже разобраться, как что должно быть. То есть, меня будет интересовать, по большей части, так, чтобы все точки сходились, дополнительный треугольник у меня вырисовывался. Аккуратненько сдвину точечку. И эту точечку смотрю, подравниваю. Благодаря умным направляющим я смогу определиться с точным центром расположения. Вот у меня получается такая фигура. Больше мне не надо. Вот. Именно она будет у меня базовой, как стрелочка такая, дающая понятие от одного к другому. Потому что все-таки базовое понятие геометрии, то, что у нас там будет иметься, оно как раз имеет основное фундаментальное понятие и уже дальше составляющие из этих фундаментальных понятий. То есть, как бы, основная задача геометрии, как науки, да, доказать или приблизить доказательства к фундаментальным понятиям и аксиомам. Соответственно, как бы, это будет нам нашим решением. И можно будет все это заранее проследить. Итак, есть у меня фрагментик. Я обозначу его каким-нибудь цветом. Вернее, цвет есть, но я хотел бы сделать его более интересным. Поэтому я буду использовать градиент. Чтобы мне использовать градиент, я сначала беру количество цветов, которые я хочу использовать. Цвета, которые я использую, я могу брать, в общем-то, из разных источников. Если посмотреть, у меня есть источники, которые находятся в моей библиотеке. Они сгенерированы за счет обыкновенных изображений, то есть из обыкновенных картинок. Вот, и это можно сделать на сайте Adobe. То, что там определяется цветом. За цвет, цветовые темы. И потом сюда выложены. Вот, я могу использовать их целиком. То есть буквально заберу цвета, да. Перечислю все, что мне хотелось бы использовать. Они дополняются у меня. Спляживаем, ну, что-нибудь. Этого будет достаточно, чтобы я мог сформировать какой-то образ перехода цвета от одного к другому. Если я собираюсь собрать градиент, я возьму инструмент градиента и аккуратненько обозначу, где он у меня будет. Градиентик есть. Дальше открою панель, отвечающую за работу с градиентом. Панель Gradients. Window Color. И сформирую его образ более точно. Потому что белое-черное. Меня интересует, чтобы здесь было что-то посветлее, здесь потемнее. Там у меня целый набор различных элементов. И пусть будет у меня какой-то синенький, но темный. Темненький-синенький здесь. Оп, тёмненький-синенький. А сюда добавлю светленький-синенький. Чёрненький удалю. Ну, получился плавный переход. Причём, как бы, этот переход организован, переход цвета от одного к другому организован именно с фотографией. То есть, взяты цвета базовые и уже можно сформировать своё. Если мы говорим о нескольких фундаментальных понятиях, можно задать ещё один градиент. То есть, конечно, когда мы что-то делаем, лучше задание предусмотреть и создать базовые наборы, которыми нас будут интересовать. То есть, вот я сделал градиент, да, я его сохраняю. Пусть будет у меня, вот он лежит. Я могу его потом использовать на нибудь других фреймах. Создал фрейм, сказал градиент. Всё, готов. Дальше его отработал. Вот. Создал ещё несколько градиентов на примере этого фрейма. Отработаю, а потом уже буду дальше разбираться. Допустим, оранжевый, тёмно-оранжевый. Да, у меня есть несколько грязноватые какие-то. Ну, пусть посмотрим, да, как это будет выглядеть. Даю, чтобы у меня для градиент будет здесь оранжевенький. Вместо него возьму что-нибудь посветлее. Или вот так вот, посмотрим, как будет работать. Незаметный переход. Но так, более заметно поворачиваю на 90 градусов. Можно, конечно, посветлее. Я бы взял, наверное, посветлее. Сохраню. А чтобы сделать посветлее, зайду в свойства этого градиента. И чуть-чуть подкорректирую данные с данного участка. Да, вот он у меня есть. Скажу, что здесь всё-таки должен быть, допустим, RGB. Вот. И чуть-чуть осветлю. Всё. Получил. Готов. Градиентик готов. Второй. Ну и третий добавлю. Какой-нибудь синий есть. Зелёный у меня нет. Зелёный придумываю самостоятельно. То есть, в данном случае возьму два стандартных зелёных. И потом сохраню их как градиент. А потом произведу исправление. Потому что сейчас этот зелёный слишком перенасыщенно яркий. Салатовый, я бы сказал. Надо его подправить. Сохраняю как градиент. И выжигающий этот цвет глаза. Поменяю на что-нибудь интересненькое. Дело потемнее. Немножечко. Здесь потемнее будет. А это оставлю посветление. Нормально. Хороший. Получается зелёный. Тоже можно повернуть. То есть, по сути, если я сейчас задублирую несколько этих элементов. Я могу сказать. Это у меня будет градиента синенького. Это будет оранжевый. Всё-всё-всё-всё-всё. Целый набор. То есть, с точки зрения инфографики. У меня уже есть направление. Куда я показываю базовые понятия. И дальше отправные уже элементы и смеси различного содержания. То есть, я заранее это всё предусмотрел. Можно с этим дальше как-то работать. Если мы говорим о базовых и формировании из этих базовых каких-то других понятий. Я бы сделал вот так. То есть, естественно, потом я конечный результат, как уже говорил, покажу. То есть, когда у нас есть одно, потом можно добавить другое. Ну, единственное, что, конечно, придётся увеличивать размер фрейма. То есть, побольше будет. И подкорректирую. Тогда он более интересно будет отображаться. То есть, два складываются в одно, появляется третье. И, в общем-то, явно прослеживается связь. Ну, правней можно там отобразить. Как это будет выглядеть. Ну, вроде на глаз сформится. Чтобы, возможно, было более ярко выражено отделено, я бы ещё добавил сюда и дополнительные эффекты. То есть, открыл бы панель эффектов. Ну, либо вот через меню здесь, добавить дропшеду, например, тень. И направил бы тень более интересную. 90 градусов, немножечко растушёвано, помягче, послабее, по яркости. И оно уже лучше смотрится. Соответственно, мне нужно также сделать на другие участки, чтобы это было наиболее приемлемым образом. В индизайне используются понятия стилистические. Поэтому я просто-напросто создаю стиль моего объекта и потом применяю их на любые другие. То есть, выглядит это будет примерно таким образом. Чтобы мне каждый сейчас параметр не выставлять в нужном мне значении. А значения будут одинаковые буквально. Я открываю Object Styles, говорю, что создаю новый стиль. Попробую его подкорректировать. А коррекция будет элементарная. Меня не интересует ни заливка, ни обводка. Меня интересуют только объекты. Окей. То есть, Object Style 1. Можно назвать там фигуры или прочее. После чего выбираю все остальные элементы и применяю к ним стилистику. Вот. Уже пошло чёткое разделение. Один выше другого. Получается третий и так далее. И дальше могу, если что, дополнить. Да, конечно же, есть. Несомненно, команда Adobe занимается переводом. Но, как показывает практика, знаете, если вы никогда не работали на англоязычной версии программы, то, возможно, русскоязычная вам подойдёт. Но если вы хоть раз работали на англоязычной, вы понимаете уже, что работать в русскоязычной практически невозможно. То есть, как бы, очень много примеров, когда вы уже знаете, как инструмент работает, что он делает или какая функция выполняет определённое действие. Но перевод русский звучит достаточно странно. То есть, во многих случаях бывает даже и неправильно. Поэтому, знаете, как вот на своих занятиях иногда по некоторым программам я говорю, что перевод может буквально сломать психику человека именно самим переводом. Но можно. Можно всё это поставить. Но единственное, что я сразу хотел бы предупредить. Допустим, у Photoshop, программы Photoshop, да, есть возможность установить языки несколько штук. То есть, он поддерживает понятие мультиязычности. То есть, если я сейчас включу Photoshop, да, я специально устанавливал, по-моему, несколько языков. Хотя, может, и нет. Я не помню уже точно. Посмотрю. Вот. У меня есть понятие интерфейс. И нету. Нету языка. Но в любом случае, у Photoshop есть такое волшебное место, где я могу доустановить язык. Вот. Это благодаря Creative Cloud. То есть, если вы работаете в версии CS6 и прочих, и достаете это где-то в интернете, в сомнительных местах, то, естественно, никаких сервисов такого плана у вас не будет. Вот. Если же вы работаете в Creative Cloud, то элементарно можно сделать вот такое действие, да. Даже, наверное, при вас это сделаю, чтобы у меня, пока мы сейчас разговариваем об индизайне, мы уже получим результат в Photoshop, да. Элементарно, у меня сейчас это англоязычная версия. Если я ее переключаю на установки и скажу, что меня интересует Creative Cloud русскоязычный. Русский. Кстати, обращаю внимание, сколько языков, да. Вы можете поставить любой абсолютный, причем не один. То есть, для Photoshop возможно все. Вот. Я выбираю русский, возвращаюсь обратно, вижу, что русскоязычного Photoshop здесь не существует. Естественно, не существует, я его не устанавливаю. Я нажимаю установить, ну и дальше остается только подождать. Я Photoshop сейчас пока закрою, заодно проверим, как оно у нас было отработано. Да, вот тут сейчас пока сервер свяжется, пока он обновит. Причем обновление происходит какого плана? Он не устанавливает программу заново, а он видит, что программа существует, находит язык и просто доустанавливает язык. А, Bridge, конечно же, Bridge. У него конфликты с ним. Тогда мы его тоже закроем. Все, он готов это делать. Мы пока дальше поговорим, а дальше посмотрим, что он вам предложит. Итак, соответственно, дальше я дорабатываю какие-то элементы интерфейсные. Допустим, вот эта точка мне не нужна. Конечный итог у меня будет просто прямой, поэтому я точку эту удалю. Остается просто прямая, можно ее чуть-чуть увеличить. Опять же, цвет можно поменять или настроить еще какой-нибудь градиент. Но это, опять же, по желанию. То есть, насколько у вас важны такие значения. Написано, увеличил. И у меня уже есть такой вот склад, определенные направления, да, склады такие. Как дальше мне поступить или куда я буду смотреть, навигация по просмотру и так далее. Естественно, вся вот эта навигация, которую я сейчас рисую, я заранее уже продумал, даже попробовал рисовать. Опять же, нельзя брать это на обум, потому что нужно представлять, что вы хотите отобразить, какая тема и так далее. То есть, у вас получается тогда вот этот уже набор, то, что требуется именно визуализировать. Потому что просто так вот сейчас нарисовали, а дальше будем высасывать из пальца, что с этим делать. Нет, так не делайте. Я брал основные базовые принципы и дальше сделал разделение какое-то определенное. Вот. Естественно, все обыгрываем. Ну, я обыгрывал это с тенями. Хотя сейчас многие, если смотреть интерфейсы, да, даже вот на тот же самый Windows обращать внимание, переходят на такие простые элементы, плашечные цвета, плиточный интерфейс. Ну, как бы идут по системе упрощения. То есть, для таких вот вещей, ну, особо делать нечего. То есть, берем прямоугольники и рисуем, да, прямоугольник, цвет, прямоугольник, цвет. Там даже не применяется ничего другого, да. То есть, плашечный цвет раз, плашечный цвет два. Показали там взаимодействие, да. Может быть, наоборот, поставили одно под другое, добавили стрелку, получился результат, да. То есть, и все готово. Я вот эту стрелочку подправлю, интерфейс, так, оп. Вот, и у меня получился вот уже такой информационный передача, что как дальше быть, да. Там поставил для второго, третьего, четвертого и уже появился целый список. Тенями обыгрывается только там, возможно, как из, может быть, перехода или когда нужно получить некий объем. Ну, объем элементарный, я показываю там один фрейм, который у меня будет светленький, ну, допустим, просто оранжевый, да. А чтобы у меня поинтереснее было или мне отобразить объемчик, я добавляю второй фрейм, делаю небольшой скос, вот так. А чтобы это было объемно, я просто-напросто говорю, а вот теперь здесь будет градиент. Да, и получается уже некий объем. Можно добавить с другой стороны, получается двойной объем. Это уже вот такой дополнительный визуализация. Дополнюю там третий. Получился та самая фигура, которая там немножко сквозь идет. Итак, ну, чтобы мне текст не дополнять, потому что все-таки текст, сразу говорю, я брал с различных источников, вплоть до Википедии. Потому что, как бы, к чему-то надо было обращаться, да, чтобы самому не печатать все это дело. Я уже, наверное, вернусь к документу, который я использовал. Закрывать не буду. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. А, уже Photoshop извлекает шрифты. Ну, пусть до конца доделывает. Я переключаюсь на то, что я использовал и уже организовал. В данном случае вот что у меня получилось на базе того, что я показал. То есть, сейчас у меня все в разметках, естественно, да, то есть, как бы, с фреймами видно. Я могу посмотреть это, как выглядит без разметочек. Вот он мой слайдик. Вот, здесь есть все связи, да, то есть, я вижу, что базовые понятия точка и прямая, да. Если мы из точки проводим прямую, получается луч, добавляем определение луча. Тут явно все прослеживается, да. Если мы делаем два луча из одной точки, это уже угол, вот, ну и так далее, да. То есть, дальше я уже ссылаюсь, это базовые, да, понятия, потом ссылаюсь на следующее. Это на аксиомы, что на утверждение, да, которое не требует доказательств. Ну и дальнейшее уже понятие, что чего-то дальше трудовало. Вот. И получается вот такой вот у меня слайдик, да. Первый аккуратненький слайдик. Так, соответственно, я все собрал. Если обратить внимание, у меня дополняется это все элементами, да, то есть, как бы, чтобы это не было скучно, как это вот здесь выбрано, да, просто цвета и все. Вот. Я сделал еще дополнение различными элементами из векторной программы. То есть, если посмотреть, это сейчас в хорошем качестве, я отображаю, это сейчас пока у меня интерактивный режим быстрой работы, да, я переключусь на режим хорошего отображения качества изображения. Вот он прочитал все. Смотрите, тоненькие изящные линии, да, вот они, калипартовские. Все красиво. Вот. Естественно, то, что здесь дополнено, это используется из программы иллюстратор, то есть, это сделано в программе иллюстратор. Отключу иллюстратор. Сейчас вот они, файлики, которые я использую оттуда. Попробую отредактировать это. Вот. Видите. Открою в иллюстраторе. Соответственно, иллюстратор и дизайн, и, возможно, какие-то другие программы могут не иметь мультиязычной структуры, да, то есть, иллюстратор, допустим, не требует этого. Что значит необходимо знать? Или необходимо взять эту программу? Или все-таки знать программу? Где ее необходимо знать? Вы имеете в виду, где она применима, да, где ее надо применять? В каких условиях? Да, в общем-то, вот, я говорю, у нас вебинар посвящен именно созданию для школьного процесса обучения, да, и здесь можно привязаться, в общем-то, к чему угодно. То есть, начиная с того, что слайды показываем ученикам, да, заканчивая различным отчетностям, графиком, показываем непосредственно где-то на методических собраниях. Это если говорить о непосредственно учебном процессе. Если мы говорим с вами о коммерческих процессах, то, в общем-то, это используется практически везде, потому что это буквально презентация. А презентация может быть построена не просто на слайдах, которые мы можем сделать в PowerPoint и прочем, да, это может быть и интерактивная презентация, а интерактивность – это возможность использования гиперссылок, ссылок на какие-то дополнительные материалы в интернете, использование аудио, использование видео, быстрых переходов между страницами и так далее. То есть, здесь вы уже ничем не ограничиваетесь, вплоть до того, что то, что вы сделали в индизайне, в том, что я показываю, сохранять в формате HTML и выложить как интернет-страничку где-то на своем сайте. То есть, у вас возможности не ограничиваются в этом плане. Просто в дальнейшем, да, если мы говорим об индизайне, то, допустим, индизайн – это программа, в которой все собирается. А другие программы типа Photoshop или Illustrator, они отвечают каждый за свое. Если Photoshop, мы говорим, отвечает за работу с картинками, фотографиями, то есть подготовка их, иллюстратор отвечает за какую-то визуализацию, ну, векторную визуализацию, то есть различных каких-то рисуночков, схемочек и прочего. Потому что в иллюстраторе есть возможность использования графиков, настоящих графиков, действующих графиков. Здесь же я рисую четкие красивые линии, которые в Photoshop могут выглядеть несколько более странно. Благодаря планшету я могу вручную что-то написать более интересное и так далее. Здесь у нас возможностей, конечно, много. То есть, если посмотреть, вот это все векторная графика, а точнее графика, отображаемая в линиях. Вот так она выглядит. Но это дает нам точность и четкость отображения непосредственно в других документах. Это очень важно. И потом в дальнейшем, если печатать, будет просто замечательно выглядеть. Вот. Photoshop закончил, установился. Сейчас посмотрим, что он там устанавливал. В итоге, вот здесь я могу сейчас, ну, я использую, получается, файл готовый. Поэтому я могу элементарно проредить, да, допустим, не хочу, чтобы клетка была, она сбивает меня, да. Я клетку удаляю, вот она есть. Сохраняю документ. А теперь я сохраню на всякий случай в другой формат, чтобы не уничтожать оригинал. Вот он, да. Один. Сохраняю. Иллюстратор сессии. Все. Есть. Закрываем. Естественно, InDesign сейчас этих изменений не увидел. То есть клетка везде будет прослеживаться. Потому что мне нужно было этот файлик тогда заменить. То есть он на первой страничке. Вот он. Я его заменяю. Применяю Relink, например. Вот так я перейду к этим материалам напрямую сейчас. Пусть покажет мне ближе. И я уже тогда точно сориентируюсь. Вот он, этот файлик. Меня интересует иллюстратор. Вот он, то, что я подправил. И я его просто-напросто сейчас перелинкую. Да, то есть меня интересует новый линк. Relink. Вот оно. Нахожу файл иллюстратор. И вот он. Открыть. И вот у меня вот здесь сеточка ушла. Нет, не здесь. У меня у нас сеточка была. А, вот он. Вот здесь была сеточка. И теперь сеточки этой нет. То есть я внес буквально напрямую коррективы, чтобы у меня все было аккуратно и чистим. То есть с помощью, допустим, возможностей им дизайна я бы этого не сделал. То есть у меня есть прямая связь с программой иллюстратора. Я это подправил. Так, Photoshop у меня сейчас установился. Да, я обратно переключусь на англоязычные версии. Потому что я все-таки в них работаю. Вот оно. Бридж обновился. Камера вон. А, нет. Открываю Photoshop. Захожу в настройки Photoshop. И наблюдаю. Вот что. View Language. Разворачиваю списочек. И вижу, что у меня теперь есть и русский язык тоже. Соответственно, могу установить там тот китайский. И если мне удобно в нем работать, то буду работать в нем. Вот. То есть после выбора языка требуется обязательно перезагрузка Photoshop. И все загрузится на русском языке. Можно будет пользоваться. Я этого делать не буду. Нет, а не почему. Итак. Я поставил. Все состыковал. И в конце концов, после всего содеянного буквально, да, у меня текст. Все хорошо, красиво. Текст, естественно, я выбрал сначала шрифт, которым я планирую использовать. Подгрузил его специально для своей работы. И вот у меня осталась последняя. Последняя. Это вот фотография. Я ее поставил. Но выглядит она несколько неинтересно. Потому что буквально белый фон мне портит здесь все. Какие мои дальнейшие действия или что я должен делать, чтобы было более интересно. Вот. Я войду в режим редакции фотографии. Да. Я попрошу, чтобы мне сейчас открылось все это в формате Photoshop. Вот она. И с помощью Photoshop проведу доработку. Доработка будет элементарно. То, что белый фон я обозначу как ненужным. Вот. Если он мне не нужен, я сначала сделаю простейшие действия по выделению ненужных элементов. Вот они. Это выглядит на черном фоне. Вот она. Чуть-чуть. Берем лишнего. Так. Окей. Вот. Сформируем образ. Тип. Конечно, грубовато получилось. Ну, ладно. Не буду сейчас ваять по-другому. То есть, вот эти, конечно, пути надо было вручную переделывать. Оно как-то будет более интересно. То есть, тут, собственно, кривовато. Можно все это доработать. Photoshop не запрещает. То есть, расстановка дополнительных точек. И, в общем-то, дальше коррекция осуществляется должным образом. От коррективы. Ну, как-то базовый понятник. Конечно, это надо изначально лучше сделать, чтобы все было красиво еще на первом этапе. Потому что вот это исправлять то, что было испорчено, ну, это не совсем правильно. Вот. Я сейчас это не буду делать. То есть, как определился, так определился. Все-таки автоматика несовершенна. Да? Здесь ничего не поделаешь. Так, сделаем. Сохраняю все это. Можно свободно сохранить в Photoshop. В формате JPEG. Закрываю картинку. А с помощью индизайна проведу некие доработки. Например, как скажут, убрать согласно форме. Клипим несколько. Применяю Photoshop путь. И вот результат. Эти три человека у нас уже увидят несколько иначе. Можно, конечно, попробовать попросить самым индизайном сделать поинтересней. Допустим, не Photoshop, а сам определиться. Но тоже это не является фактом качества отображения. Либо точек много, либо качество плохое. Но сделать в любом случае можно. Вот они у него уже выглядят гораздо лучше. Это Photoshop пас. Окей. Все. Вот они на прозрачном фоне. Уже гораздо интереснее. Если что, могу там приподнять. Чуть-чуть его опустить. Это уже дальше доработка. Если говорить о интерактивности этих документов. Или создании более интерактивного документа. Вот я сделал один слайд. И я к этому слайду могу сделать еще дополнительный слайд. Поставить пересылку какую-то. Включить дополнительное видео. И так далее. И могу элементарно добавить несколько кнопок. Которые позволят мне производить переключение между слайдами. А точнее даже в одном документе. Но это будет сложнее. Потому что переключение в одном документе. Это одно должно убраться. Второе появится. Объектов много. И может получиться не очень эффектно. Поэтому можно добавить кнопочек. Элементарно. Вот у меня есть базовые понятия. Допустим. Добавить здесь с краю кнопочек. По понятиям. Базовые. Какие-то понятия. Аксиом. И прочее. И после этого свободно переключаться между слайдами. Они будут меняться. И я буду видеть другое наполнение каждого из них. То есть оно будет более интересным. Или элементарно. Вот у меня есть точка. Которую я хочу переделать. В виде кнопки. И потом. Чтобы она сослалась. Допустим. На страницу номер 2. Которая у меня не существует. Я добавлю страницу номер 2. Пусть будет. Сделаю ей заливочку целиковую. Чтобы было видно. Что это страница номер 2. Выделю. Скажу у нее цвет. Например. Дайте такой. Небесный. И допустим. Какие-то понятия по точке. Или по аксиоме. То есть у нас переключение. Я могу назначить этот эффект кнопки. Как непосредственно на весь элемент. Вот этой стрелочки. Так и на конкретную надпись. Мне кажется на весь элемент. Это будет как-то более правильно. Когда я кликаю в любом участке этого элемента. Это меня перекидывает на более развернутые понятия. То есть я это группирую. После чего произвожу конвертацию в кнопку. Вот она у меня кнопка. Эта кнопка 1 должна произвести действие по клику. И включая действие. Допустим. Go to. Куда бы ее отправить. Я говорю. Go to page. На какую страницу. На вторую страницу. Готово. В общем-то. Все на кнопку назначено. Если я сделаю после этого интерактивную PDF. Соответственно. Эта часть меня будет перекидывать. Я могу еще дополнительно указать ей значение. Допустим. Чтобы был эффект вдавленности. Например. При направлении на кнопку. У меня происходят небольшие изменения. По. Например. Тени. Я говорю. Тень. Drop shadow. Должна значительно уменьшиться. Да. Я говорю. Растушевка падает у нее. Более точно. И поменьшится смещение. Вот так. Да. И по клику. Так. Это окей. Допустим. А по клику. Может получиться. Третий вариант. То что она у меня. Стала светлее. Тогда я. Захожу в свойства. Я говорю. Что. Мне нужно. Градиент. Будет. Немножечко. Там. Затонировать. Да. Ну. Как бы. Я не буду сейчас менять цвет. Потому что это поменяется. Для всего градиента. Мне надо просто буквально другую залипку сделать. Ну. Или вот так. Сплошную. Да. Вот так. Будет выглядеть. То есть у меня получается несколько состояний кнопки. И если я сейчас выведу это. Давайте я сохраню этот документ. Если я это выведу все в PDF. Интерактивный PDF. Вот она. Ее сохранить. Страницы. Посмотреть после. Да. Это мне не нужно. Странички. Все. Включаем. Структуры. Так. Смену страниц не надо. Ну. Достаточно. Я думаю все. Окей. Так. Не поддерживается. Сейчас посмотрим. Может быть у меня выбрана кнопка. Которая. Ага. Переход он решил проигнорировать. Вторая страница есть. Ну. Переход проигнорируем. Мы тогда попробуем. Возможно я не ту команду сейчас выбрал. Ну. Сейчас подправим. Так. Благо там команд полно. Соответственно. Здесь. Выберу. Action. Не go to page. А. Я для этой. Для. Для флэша. Выбрал команду. Можно для PDF. Выбрать команду. Или напрямую. Вот здесь. Да. То есть. Go to page. Здесь тоже есть. Или. Go next. Перейти к следующей. Ну. Или в дальнейшем. Просто можно сослаться. На что-то другое. То есть. Я могу взять. Сказать. Что мне интересует. Go to destination. И показать. Что destination. Ничто иное. Как. Другая страница. Или другое место. Или другой документ. Да. То есть. Там есть целый набор. Есть. Пожалуйста. У меня есть выбор. Я. Скажу. Go to next. Вот она. В следующей страничке. Сохраню. И снова экспортирую. В этот же. Подается. Вот у меня получился результат. Вижу. Кнопка действует. Смотрите. Направил. Она приблизилась. Буквально. Да. Тень пропала. Кликнул. И переключился. Все. По сути. Могу сюда поставить кнопку. Вернуться обратно. Go to home. Да. И как бы меня будет отбрасывать. Все время на первой странице. То есть. Go to первой странице. Тем самым мы можем создать некий вот этот интерактив. Вставив допустим анимацию. Вставив видео. Вы можете просто разнообразить ваш PDF документ. Более интересным образом. И действительно это будет занимательно. И в то же время познавательно. Что говорит о том, что это будет еще и оставаться в памяти на гораздо дольшее время. Чем просто смотреть на какие-то такие учебники. В которых много написано. Но восприятие немножечко у него будет подробнее. Продолжение следует.